Зима. Если я вам предложу назвать пять слов ассоциаций, ну вот что вы скажете? Я уверена, кто-то скажет холод, мороз, мрак, темень. Ну то есть ассоциации будут такие достаточно негативные зимой. Нет никаких красок, снег везде, всё чёрно-белое. Кто-то может быть более позитивно и выберет слова. Праздник, блеск, Дед Мороз, Рождество и Новый Год. У нас ассоциации, ну на самом деле, прям могут быть диаметрально противоположные. Кто-то, конечно, будет ориентироваться на настроение. Но интересно, что, конечно, равнодушным зима не может оставить никого. Ну, во-первых, она в нашей полосе длится достаточно долго. В некоторых регионах их ещё и дольше, чем лето. Да, там и по девять месяцев зима бывает. Несомненно, что если мы возьмём эстетический нюанс, то зима, конечно, прекрасна. Вспомните, например, всем известное стихотворение Пушкина, которое, мне кажется, является таким общепринятым мерилом зимней гармонии. Мороз и солнце, день чудесный. То есть, конечно, когда выходит солнышко, когда всё начинает сверкать, ну, зима не может не восхищать. Конечно, зима в стихах русских поэтов, она не просто зима. Она обычно задумчива, она манит великолепием, она такая королева. И вот это зимнее царство, оно, конечно, удивительно и породило множество-множество прекрасных стихов. Кстати, вспомните, если мы уже говорим про Пушкина, что Татьяна из Евгения Онегина, его любимая героиня, она очень любит русскую зиму. «Татьяна русская душою, сама не зная почему, с её холодной красою, любила русскую зиму». Ну и неудивительно, вообще, если мы заглянем в исторические корни, а я вот очень люблю это делать, потому что считаю, что, конечно, вся наша культура, она куда-то корнями да уходит. И если ты не разберёшься вот в этой истории, традициях, то очень тяжело и себя, теперешних, понимать. Так вот, мы должны понимать, что для крестьянина, для среднего статистического русского человека зима — это всегда было время отдыха. Это время, когда нет никаких полевых работ, когда все дела отложены до тепла, какие-то мелкие такие домашние по хозяйству, там, женщины пряли, мужчины чинили какие-то там предметы быта, может быть, упряж конскую, ну и всякие такие бытовые предметы. Но в целом это время, когда достаточно темно, освещать нечем было, избы, лучинами там кое-как что-то там пытались, но, конечно, это не тот свет, при котором что-то можно делать. И, конечно, в это время всё больше отдыхали, поэтому много празднеств в зимнее время, ну, как-то вроде легче жилось русскому крестьянину, русскому мужику. Поэтому, конечно, ассоциируется она с чем-то таким весёлым, замечательным, уютным, домашним. И вот из того же Евгения Онегина читаем. «Снег выпал только в январе, на третьей в ночь, проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор. Куртины, кровли и забор, на стёклах лёгкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок весёлых на дворе и мягко усланные горы, зимы блистательным ковром, всё ярко, всё бело кругом». Конечно, вот это зимнее время в русской поэзии ещё и период созерцания красоты. Ярко, всё замечательно. Ну, допустим, у Фёдора Тючева, который, я уверена, вы знаете, тоже уважал стихи про природу, зиме отведено тоже такое, скажем, блистательное место. «Чародейкую зимой околдован лес стоит». Помните это стихотворение? Или, например, бодрая, энергичная у Некрасова «Однажды в стадиованную зимнюю пору я из лесу вышел». Помните, там прям такая даже ритмика стиха говорит о том, что зима, она так бодрит, особенно вот этот мороз. Но я бы хотела обратить ваше ещё внимание на то, что зима, мороз, искристость, вот эта радостность, это всё прекрасно до тех пор, пока у тебя есть укрытие от этой самой зимы. Но зима — это ещё и сильный образ смерти, это сильный образ опасности, потому что человек, оставшийся без крова, например, в метель или в мороз, он обречён. И от этого возникает тот образ зимы, который, в общем-то, присущ, наверное, только русской литературе. Это образ метели, образ бесов, который несёт угрозу. И этот образ метели потом будет переходить, ну, скажем, от Пушкина, начиная дальше, дальше, дальше по вот этой литературной лесенке и обозначает именно вот что-то страшное, что-то опасное, что-то несущее жуткие непонятные перемены. Вот это вот «мчатся тучи, вьются тучи» из Пушкина, потом мы будем видеть уже и у блока в новом тысячелетии. Например, в поэме «12», где метель будет сопровождать идущих людей по улице, которые идут делать революцию. Тоже что-то страшное, что-то новое, что-то непонятное. И что-то очень сильное. Конечно, этот образ уже потом в русской литературе останется навсегда и до наших дней. Конечно, вот эта вот дьявольская сила, где снежинки — это будто бы мгновение жизни, которые вот какой-то яростной судьбой, метелью мечутся, кидает человеческие жизни. Они абсолютно беззащитны, как снежинки на ветру. Вот это, конечно, воплощение хаоса, зимы как хаоса, ледяного, жестокого. Оно тоже будет видно в русской литературе. Хочу вам прочитать стихотворение Александра Блока. Это, конечно, не «12», но тоже вот такая предпосылка к тому, чтобы мы рассматривали еще зиму немножко иначе, как опасную, как край ночи, как стужу, которая несет смерть. Нет уже жизни зимой. Покойник спать ложится на белую постель, В окне легко кружится спокойная метель, Пуховым ветром чится на снежную постель, Снежинок легкий пух. Куда летит, куда? Прошли, прошли года. Прости, бессмертный дух, Несежный взор и слух Настало никогда. То есть вот эта вот зима как никогда, Как какое-то абсолютно пустое, безжизненное пространство, Конечно, будет проявляться особенно сильно, Вот этот мотив, с начала XX века И дальше, дальше в литературе, Когда наступят на самом деле времена достаточно тяжелые для человека, Как отображение именно вот этих внутренних переживаний, Безнадеги, которая внутри селится. Потому что понятно, что наше восприятие зимы, То же самое, зависит от того, Как мы себя чувствуем в данный конкретный момент. Помните, пожалуйста, всегда, что в литературе погода никогда не бывает просто погодой. И в культуре символика зимы несет большую нагрузку. Кстати, не случайно самый древний праздник европейской цивилизации, Он происходит именно зимой. Ну и, конечно, зима ассоциируется с тайной. Почему? Потому что день становится заметно короче. Мы все понимаем, что зимой, особенно в Европе, Мы сейчас говорим именно про европейскую цивилизацию, Дни все короче, ночи все длиннее, все холоднее. И в один определенный момент человеку становится страшно. А что если и дальше день будет уменьшаться, Ночь будет увеличиваться, А может солнце и вовсе не вернется? И, конечно, вот эти Рождество и затем Пасха Были призваны встать на место тех языческих празднеств, Которые проходили примерно 21 декабря, В день зимнего солнцестояния, Когда наконец-то день начинал увеличиваться, Ночь уходила на убыль. То есть праздновали люди победу света над мраком, Над этой вечной зимой. Некоторые народы, кстати, в этот день празднуют Рождение солнца, начало нового года. У славы, кстати, тоже начало нового года, Это было как раз таки вот начало, Начало такое астрономическое увеличение продолжительности дня. У древних славян этот день зимнего солнцестояния, Коляда, был связан со множеством обрядов, Которые предполагали помощь этому самому солнцу, Хоровод поводить, блины испечь, Чтобы вот оно все-таки победило эту жуткую тьму. И, скажем, не только у славян, у кельтов и у египтян Очень много внимания уделялось вот именно свету, Да, вот и победу, победы света над тьмой. И все понимали, что эти вещи, они цикличные, Что есть определенный солнцеворот. Вот, и, конечно, вот эта мифологизация зимы, Она у нас где-то там глубоко сидит, Корнями хорошенько проросла. И, конечно, невольно, наверное, проявляется, Особенно у таких чувствительных людей, Как у поэтов. На протяжении многих зим я помню дни солнцеворота, И каждый был неповторим, и повторялся вновь без счета. И целая их череда составилась мало-помалу, Тех дней единственных, когда нам кажется, что время стало. Я помню их наперечет. Зима приходит к середине, Дороги мокнут, с крыш течет, И солнце греется на льдине. И любящие, как во сне, К друг другу тянутся поспешней, И на деревьях в вышине Потеют от тепла скворечни. И полусонным стрелкам лень Ворочатся на циферблате, И дольше века длится день, И не кончается объятие. Эти замечательные стихи Принадлежат перу одного из моих Самых любимых поэтов, Борису Пастернаку. И единственные дни Это стихотворение было написано Уже на склоне его лет В 1959 году. После долгих лет молчания Молчал Пастернак больше 10 лет. Про это мы как-нибудь поговорим в другой раз. Это было то стихотворение, Такое зимнее, посвященное Вот этому как раз зимнему солнцевороту, Которое показывало, собственно, Восприятие жизни. То есть вот он, круговорот разных событий. И век или день, какая разница. Да, то есть, опять же, Вот эта мифологизация зимы, Она прям впиталась В осознание жизни, Особенно Пастернакам. Он, в принципе, был склонен К мифологизации, к философичности. Ну и, конечно, рассматривал И время, и жизнь, Как нечто, что, скажем, Что должно восхищать человека. Зачем стоит наблюдать, И на что стоит потратить всю свою жизнь. Пастернак очень любил зиму. Она почему-то его привлекала очень сильно. И у него прям море Очень интересных зимних стихов, Которые описывают зиму. Как-то очень необычно. Совсем не так, как мы привыкли. И хоть Пастернак продолжал традицию И Некрасова, и Пушкина, Но его стихи звучат уже совсем по-другому. Потому что для него снег — Это особая субстанция, Которая способна отражать Различные чувства человека, Различные состояния реальности. Это может быть и враждебность, Такая, опять же, стихия снежная, Как метель, буран какой-то снежный. Это может быть и какие-то колющие льдинки. Это может быть какой-то холод, Подчеркивающий взаимоотношения между людьми. Особенно между влюбленными, Которых что-то вкралось уже между ними. И, конечно, То, что не поддается смирению. Зиму, как ее приручить? И тепло домашнего уюта, Где можно спрятаться как раз-таки От этих всех негативных проявлений. Это тоже есть у Пастернака. И, конечно, как у продолжателя, Как я уже говорила, Поэтической традиции Пушкина, Образ зимы, где метель, Все спутывают, все смешивают. Зима — это вакханалия, Который все перепутывается. Оно огромное, это стихотворение, Вы можете его прочесть, Я возьму от него только кусочек. Город, зимнее небо, Тьма, пролет и ворот, У Бориса и Глеба свет, И служба идет. Лбы молящихся, ризы, И старух шушуны, Свечи к пламени снизу слабо озарены, А на улице вьюга Все смешало в одно, И прибиться к друг другу Никому не дано. То есть вот она у нас, Это зима, которая все разделяет, Все перемешивает, Все подряд. И времена, кстати, тоже перемешивает, Потому что у Бориса и Глеба Служба идет, Написано это все в советские времена, Наверное, уже с пониманием того, Что может быть это уже И последние службы, которые идут, Ведь, ну, как мы знаем, Религия не очень-то поощрялась Во время власти Коммунистической, большевистской. И тем не менее, Вот поэтическая душа Очень ждет Этого странного времени, Как толчка для вдохновения, Потому что мы знаем, Что он как-то в спокойствии, Поэтам пишется так себе, Им нужен какой-то толчок, Эмоциональная встряска, Для того, чтобы вдохновение Их посетило. Поэтому, конечно же, Каждую осень Пастернак описывает, Как, ну, вот такую ступеньку К зиме, Что вот-вот сейчас она начнется, Начнется, И задержится надолго, И что-то там дальше Интересное будет. Глухая пора листопада, Последних гусей косяки, Расстраиваться не надо, У страха глаза велики, Пусть ветер рябину занянчив, Пугает ее перед сном, Порядок творений обманчив, Как сказка с хорошим концом. За снежной густой занавеской Какой-то старушки стена, Дорога и край перелеска, И новая чаща видна, Торжественное затишье, Оправленное в резьбу, Похоже на четверостишье, По спящей царевне в гробу, И белому мертвому царству, Бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу, Благодарствуй, Ты больше, чем просит, Даешь. Вот в этом стихотворении Показано, как ждет он Этой зимы, Которая даст ему Вот этот толчок эмоциональный, Вдохновение. Дальше будут новые стихи. Кстати, обычно Это стихи такие Достаточно объемные, Метафоричные, Очень интересные И глубокие. Кстати, в одном из ранних Своих произведений Пастернак писал, Что на свете нет Тоски такой, Который снег бы Не вылечивал. Для него, конечно, Зима, Рождество Это особое время, Когда, в общем, Можно забыть все тревоги. Пастернак очень любил гулять, Он гулял летом, Зимой и осенью, Но зимние прогулки Это были те прогулки, Которые, ну, вот, Как бы признаны были Взбодрить дух. И удивительно, Но в стихотворении Рождественская звезда, Рождение Христа, Рождение Спасителя Пастернак тоже Переносит в русскую зиму. В атмосфере Вовсе не вавилонской Происходит это рождение. Стояла зима, Дул ветер из степи, И холодно было Младенцу в вертепе На склоне холма. Его согревало дыхание Вала, Домашние звери Стояли в пещере, Над яслями Теплая дымка плыла. Почему же даже Рождение Спасителя Поэт переносит В морозную зиму? Может быть, Разгадка в том, Что во время Зимнего снегопада Как-то особенно Глубоко ощущается уют, Тепло домашнего очага, Близость родного Или любимого человека. Может быть, В этом вся разгадка. Ну, вспомните Хотя бы знаменитое Стихотворение «Зимняя ночь». Ну, такая Квинтэссенция Любви и страсти, В то время, Как за окном Метель метёт. Мело, мело По всей земле, Во все пределы, Свеча горела, На столе свеча горела. Я думаю, Все вы знаете Прекрасно Эти стихи. Кстати, Многие стихи Пастернака Положены На музыку, Их поют. И, кстати, Это многие стихи Именно про зиму, Как ни странно. А вот В стихотворении «Снег» идёт Вот этот Лирический герой, Ну, в общем-то, Мы можем легко сказать, Что это Пастернак, Потому что У Пастернака Лирический герой, И он сам, Это, в общем-то, Неразделимые вещи. Московский снегопад Это будто бы Волшебный полёт В бездну. И Это время, Пространство, Оно как бы Всё перемешивается, И даже С неба Сам небосвод Сходит на землю. Да, сам небосвод. Сходит на землю Вместе с этим Падающим снегом. А в доме герань, А в доме уютно. И как бы Два мира сталкиваются. Мир тепла, уюта, И вот это что-то Такое буйствующее, Что-то мистическое, Непонятное. Снег идёт, Снег идёт, К белым звёздочкам В буране Тянутся цветы герани За оконный переплёт. Снег идёт, И всё смятение, И всё пускается в полёт. Чёрная лестница, Ступени, Перекрёстка, Поворот. Снег идёт, Снег идёт, Словно падают не хлопья, А в золотомом солопе Сходит на земь небосвод. Словно с видом чудака С верхней лестничной площадки Крадучись, Играя в прятки, Сходит небо с чердака. Тема этого стихотворения, конечно, не созерцание пейзажа является. Мы это чувствуем, Что здесь вплетено ещё и движение времени вечное, Несокрушимое, Которое невозможно никак остановить. То самое движение времени, Которое абсолютно не подвластно человеку. Снег, Как и время, Может быстро идти. Мы это иногда чувствуем, Что время тянется, А иногда прям летит. Также медленно Кружатся снежинки, Моментально ветер потом подул, И жизнь вроде как понеслась. И снег, получается, Идёт теми же стопами, Что и время. Потому что жизнь не ждёт, Не оглянешься и святки, Только промежуток краткий, Смотришь там и Новый год. Снег идёт густой, густой, В ногу с ним, Стопами теми, В том же темпе, С ленью той, Или с той же быстротой, Может быть, проходит время. Может быть, за годом год следует, Как снег идёт, Или как слова в поэме, Снег идёт, снег идёт, Снег идёт, и всё в смятении, Убелённый пешеход, Удивлённое растение, Перекрёстка-поворот. Мне кажется, что в этом стихотворении Разгадка огромной любви по странам, Как зиме. Здесь снегопад становится Ещё и иллюстрацией того, Как создаётся поэзия. И будто бы как бы из хлопьев снега, Из таких вот белых-белых, Лёгких, воздушных, Как слова, Вот этот вечно удивлённый красотой Этой жизни, этого мира, Пастернак, поэт, Он и шьёт свою вот эту волшебную материю, Материю поэзии. Никого не будет в доме, Кроме сумерек один, Зимний день в сквозном проёме Незадёрнутых гордин, Только белых мокрых коми В быстрый промельк маховой, Только крыши, снег, И кроме крыши снега никого. И опять зачертит иней, И опять завертит мной Прошлогоднее уныние, И дела зимы иной, И опять кольнут до ныне Неотпущенной виной, И окно по крестовине Сдавит голод дровяной. Но нежданно по портьере Пробежит вторжение дрожь, Тишину шагами меря Ты, как в будущность, войдёшь. Ты появишься у двери В чём-то белом, беспричуд, В чём-то впрямь Из тех материй, Из которых хлопья шьют. Субтитры создавал DimaTorzok